Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу с огромным удовольствием вам рассказать об автокресле от компании Joy. Это элемент с модульной системы, скажем так, вот Joy i Harbour, сегодня мы о нем поговорим. Он установлен на базе из FX, Joy i Pace & Core называется. И почему модульная система? Потому что это группа, скажем так, 0.1, в которой в принципе можно возить детей с рождения до 4 лет, до 100, грубо говоря, сантиметров роста ребенка. Но вы можете пойти путем откатать ребенка в люльки в полноценной группе 0 и потом пересадить уже вот в это кресло ребенка. Так будет вообще идеально правильнее, потому что группа 0.1 все-таки универсальна. Это компромиссное решение. Лучше катать люлечки отдельно и потом сажать группу 1. И вот здесь вы, откатав в люльки, оставляете эту базу и ставите сюда уже кресло i Harbour категории 0.1. Но сегодня мы будем ее рассматривать с вами как именно 0.1 категорию с самого рождения, потому что она такой и является. Вот, она съемная, с этой базы можно снять, естественно. Вот, смотрите, что касается этого кресла, это по сути брат-близнец кресел iSpin. Там 360 есть такие кресла у Joy. Очень сильно на нее похожая модель. Вот, собственно, на базе Encore она тоже имеет возможность вращения на 360 градусов. Вот, кстати, что касается безопасности, у нее хорошие оценки по краш-тестам. Ребенка доверять, естественно, можно. Приставочка i у нас говорит о том, что это кресло у нас соответствует стандарту iSize. iSize это достаточно высокие требования имеет к безопасной перевозке детей в автомобиле. И поэтому детей можно смело доверять. Действительно удобное, безопасное, хорошее кресло. Ну, смотрите, давайте быстренько посмотрим, что здесь внутри. У нас здесь для маленького ребеночка есть вот такой вот бутерброд из вкладышей разных. Сейчас давайте я вам вытащу и покажу, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот такая вот система вкладышей используется. Видите, она имеет многослойность, которая по мере необходимости у нас отстегивается и вынимается. Пока ребеночек совсем карапузик, мы используем вот этот вкладыш для новорожденного. Потом его убираем у нас уже просто матрасик. Дальше уже, соответственно, можно отстегнуть отдельно подголовник и убрать уже потом матрасик. И мы получим уже большое кресло для подросшего, скажем так, ребеночка. Но пока ребенок маленький, нам нужно обязательно развернуть это кресло против хода движения, опустить его вот в такое вот практически горизонтальное положение и, собственно, перевозить ребенка. Вот в таком положении мы возим ребеночка где-то до 9 месяцев минимум. Дальше уже смотрим, помещается, можете ездить, ездите дальше. Но раньше, чем 9 месяцев нельзя ни в коем случае поворачиваться по ходу движения. Вообще, по стандарту iSize рекомендуется с 15 месяцев разворачиваться вперед. Но вы можете с 9 на самом деле тоже. Вот, собственно, вот так мы эксплуатируем для новорожденного ребенка. Потом разворачиваем. И что удобно, вот у вас здесь дверь в автомобиле. Вы подошли, открыли дверь, она уже повернута к вам. Посадили ребеночка, развернули и вперед. И то же самое происходит, если уже он подрос и едет по ходу движения. Собственно, когда 9 месяцев уже возраст пришел, мы развернули, вытащили эти вкладыши. И посмотрите, сколько места. Действительно, очень большое вместительное кресло. Кстати, у Joy очень классные качественные материалы используются. Очень-очень приятные гипоаллергены, но экологические, не скажем так, чистые. Они, кстати, очень практичны, потому что я уже давно знаю эти материалы. Мы уже много лет их продаем. И, как показывает практика, очень живучие, классные ткани. После стирки они не превращаются там с затертое негодное что-то. Все четенько, все как новое. Долго не терять товарный вид. Ткани действительно классные. И выглядят они дорого-богато, скажем так. Всегда с коричневыми элементами. В общем, уютно, все прикольно. Ребеночек, естественно, у нас с пятиточечными ремнями пристегивается. Везде у нас мягкие накладки, само собой. На обратной стороне ремня используется у нас антискользящая поверхность, чтобы лучше фиксировала ребенка, потому что ремень сам он тоже травмирует карапузика. Вот, поэтому все это здесь присутствует, друзья. Кстати, что касается безопасности, сразу вам покажу, пока не забыл. Друзья, в комплекте идет вот такая вот штука. Это элемент системы боковой защиты Side Impact Protection Pot. Такое длинное название они придумали. Нам нужно эту систему активировать со стороны двери. Именно где дверь автомобиля. В салоне это не нужно. Соответственно, если у вас с другой стороны дверь, мы просто переставляем, куда нам нужно. И все, никаких заморочек, ничего мы не крутим, не страдаем. Все четко и легко реализовано. Кстати, чтобы его поворачивать, с двух сторон есть вот такие вот кнопочки. Спокойно крутим, вертим, поворачиваем. Все здорово. Собственно, друзья, когда мы повернули, мы вот так откатали. И по большому счету все. Это категория 0.1. Она до 100 сантиметров. И выше 100 сантиметров, когда ребенок уже, нам нужно пересаживаться из этого кресла в категорию 2.3. Но это уже другая история, друзья. У меня куча на канале обзоров этой категории. Поэтому все нормально. Можете посмотреть. Что касается крепления. Как я говорил, база Isofix используется. На эту базу Isofix вы... А это все продается отдельно. Это неотъемлемая часть друг друга, скажем так. Но продается по отдельности. Потому что на базу вы можете поставить весь модельный ряд люлек от компании Joy. А у них реально очень классные люлечки есть, если что. Вот. И на этой базе, она на Isofix база. Мы пристегиваем к автомобилю. Упор в пол выдвинули. Isofix защелкнули. Мы увидели везде зеленую индикацию на базе. И, соответственно, у нас здесь на Isofix зеленая индикация. И спереди еще три. Что у нас пристегнуто кресло к базе. Что у нас база находится в положении или по ходу, или против хода. И то, что упор в пол выдвинут и уперся действительно в пол. Как только мы увидели все индикаторы зелеными, тогда мы можем ехать. Иначе где-то что-то сделали не так, если видим красную. Так, собственно, и все, друзья. По большому счету, всю информацию о кресле, которую я хотел донести, я донес. Я вообще люблю категорию 0.1 именно у Joy. Она имеет очень хорошее соотношение цена, качество, безопасность, бренд. Здесь действительно мы получаем за этот прайс очень высокий уровень, который дает нам ценовой диапазон повыше, но получается за меньшие деньги. Поэтому я очень рекомендую, посмотрите всю линейку 0.1 у бренда Joy. Там действительно все в порядке, есть из чего выбрать. И на эту модель тоже посмотрите, если вы вот такой комбо-комплект хотите реализовать. Или вы уже, например, купили люльку с базой, откатали, и вам во что-то пересаживаться. Можно прекрасно сэкономить, оставить базу, люльку продать, добавить и купить. Вот такое кресло. Как по мне, прекрасно. Здесь, кстати, еще что мне нравится. Почему-то не все производители до этого додумываются. Здесь вот с этой стороны магнитики, когда мы сажаем ребенка, у нас ремень всегда куда-то путается. Спокойно вот так вот раз, и он там держится. Посадили ребенка, прям классно. Почему все так не делают? В общем, видите, оно до мелочей продумано, и я обязательно рекомендую обратить на него внимание. Напоминаю, ссылка внизу есть в описании на это автокресло. У вас, если вопросы оставляют комментарии открыты, пишите, пообщаемся. Ну, а вам грамотного выбора. Всем пока.